МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сочи уже отдохнули 3 миллиона туристов. О работе санаторно-курортной отрасли главе курорта доложил его заместитель Олег Ясюк. 116 исков на снос незаконных объектов подано в суды Сочи с начала года. Из них 24 по объектам, имеющим признаки многоквартирных домов. Украсили небо пиротехникой. Отборочный этап мирового чемпионата фейерверков стартовал в Сочи. Кто лучше считает деньги? Муниципалитеты с хорошими показателями в экономике будут поощрены. Дополнительные средства на развитие лучшие районы и города-края получат в начале 2018 года. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона провел расширенное планерное совещание. Одним из основных вопросов в повестке дня было социально-экономическое развитие региона. Как отметил Вениамин Кондратьев, в итоге первого полугодия хороший рост отмечен во всех отраслях экономики. Но есть муниципалитеты, которые пополняют свои бюджеты с трудом. Их результаты ниже среднекраевых. Такую ситуацию нужно менять. Стагнация, остановка или приостановка темпов роста, она грозит тем, что как и самолет, он может свалиться в пике. Поэтому здесь мы не можем допустить того, чтобы скорость или темпы роста экономики определенных муниципалитетов замедлялись. Потому что тревожный сигнал. Поэтому давайте еще раз посмотрим, посмотрим, коллеги, на тех, кто делает экономику в ваших муниципальных образованиях. Я хочу напомнить, что в этом году мы будем поощрять муниципалитеты с высокой финансовой дисциплиной и хорошими показателями в экономике. Экономический рост присутствует во всех муниципальных образованиях. Но я бы хотел, чтобы он ни в коем случае не заметился. Ни в коем случае. Также на планерном совещании обсудили промежуточные итоги жатвы. Край снова собрал рекордный урожай зерновых. Русский реактор промчит по Кубани. Через наш регион проедут сотни байкеров. Все они направятся в Крым на международный фестиваль. Как сделать их путешествие по территории края интересным, обсудили сегодня в Краснодаре. Байкерам предложили сделать на Кубани остановку и встретиться с молодежью. Они оказывают определенное правильное воздействие на молодежь. Участвуют в огромных акциях на территории Кубани. Помогают нашим дошкольным организациям, нашим школьным организациям. Проводят определенную нравственно-патриотическую работу. Организатором встречи выступил байк-клуб «Ночные волки» при поддержке краевой администрации. В Крым съедутся мото-профессионалы со всей России, Восточной Европы, а также Донецкой и Луганской народных республик. На Кубани пересекутся три организованных колонны. Колонна первая – это «Дороги Победы», непосредственно которую мы будем встречать здесь в Краснодаре 16 числа. Будет основная колонна еще также с Москвы. Она 16 числа с нами должна пересечься в районе Темрюка. И колонна ранее, так как идет она с севера дальнего, будет проходить транзитом через Кубань. Фестиваль «Русский реактор» стартует в Севастополе 18 августа. На сцену выйдут российские и иностранные звезды. Сочи в 2025 году может претендовать на проведение всемирных игр по неолимпийским видам спорта. Об этом сообщил президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Дмитрий Мотин. Он накануне обсудил с руководством Международной ассоциации всемирных игр возможность подачи российской заявки на проведение этих соревнований, сообщает ТАСС. Заинтересованность в проведении всемирных игр 2025 года также высказали Южная Корея и Китай. Официальный прием заявок от стран начнется в 2018 году. Что касается городов, которые могут принять соревнования, то практика показывает, что ими не могут быть столицы государств. Вторым условием проведения всемирных игр является наличие в городах уже готовой спортивной инфраструктуры. В России готовые объекты находятся в Сочи и Казани, поэтому именно эти города могли бы претендовать на проведение игр, отметил Дмитрий Мотин. Вместе с тем глава комитета заявил, что пока не обсуждал с руководством Краснодарского края и Татарстана возможность проведения всемирных игр. На всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, входящих в программу летних олимпиад в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. Закон о курортном сборе в России подписан президентом. Владимир Путин подписал закон о введении в нескольких российских регионах курортного сбора. Документ был опубликован 30 июля на официальном интернет-портале правовой информации. В середине июля Госдума в третьем чтении приняла закон о введении в России курортного сбора. Эксперимент по взиманию налога с туристов за пользование курортной инфраструктурой проводится в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Из документа следует, что объекты размещения будут брать с отдыхающих плат в запользование курортной инфраструктурой. В 2018 году размер сбора не будет превышать 50 рублей с человека в сутки. После этого его поднимут до максимальной суммы в 100 рублей. Доходы от сбора должны поступить в региональные бюджеты и использоваться для развития курортной инфраструктуры. По итогам эксперимента будет принято решение о том, распространять ли эту практику на всю Россию. В Сочи с начала курортного сезона отдохнули 3 миллиона туристов. И сейчас загруженность средств размещения почти стопроцентная. Общий турпоток превышает параметры прошлого года на 3%. В этом сезоне гости отмечают улучшение качества сервиса не только в отелях, но и в частном секторе. О результатах работы санаторно-курортной отрасли рассказал Олег Есюк во время встречи с главой города. Лето в Сочи в разгаре. Об этом говорит и статистика. Сейчас в объектах размещения проживают около 200 тысяч человек. Средняя загрузка по городу составляет 93%. Значительное увеличение числа туристов отмечено в Адлерском и Лазаревском районах. И это несмотря на то, что в последнем в основном частный сектор. Значительно улучшают загрузку курорта событийные мероприятия. Но и совместная работа мэрии с предпринимателями тоже дает результат. Цены мы не подняли, в отличие от других регионов нашей страны. И результат, в общем-то, хороший оказался. Главный стержень экономики города работает на высоком уровне, потому что стержень экономики нашего города-курорта – это туризм. У нас успешно идет загрузка буквально всех объектов размещения. Значит, мы должны и видеть увеличение налогов, которые поступают от всех отраслей нашего города. Как в этом плане работа у нас обстоит? По итогам первого полугодия в краевой бюджет асанаторно-курортного комплекса поступило 1,422,000,000. Это 56% отраслевых доходов от всех курортов Краснодарского края. Темп роста относительно края. У нас 119 темп роста по городу, а краевой темп роста – это 105%. Наибольшую динамику, что нас интересует, поступает в наш бюджет – это налог на прибыль. Относительно прошлого года – 146%. И НДФЛ – это 144%. Это те налоги, которые напрямую у нас формируют наш бюджет. Улучшить налоговую картину удалось благодаря работе инспекционных мобильных групп. Их в городе 42. Их задача – проверять стили гостевые дома и отели, работает по закону. Из почти 200 проверенных объектов половину поставили на налоговый учет. В результате рейдов также было заключено почти 3,5 тысячи трудовых договоров. Большую часть оставили работники пляжей. Эти люди и так там работали. Только теперь их зарплата стала официальной. Налоги стали поступать и с малых средств размещения. 500 объектов купили патенты. Если в прошлом году было оплачено 3 миллиона за патенты рублей, то сейчас около 10 миллионов рублей уже оплачено за патенты. И мы видим, что патенты очень популярны. Во-первых, легко его получить. Во-вторых, четко понятно, что за сезон наши предприниматели платят. Поэтому эта тенденция идет с нарастающей. Эту работу надо продолжить, потому что это и есть итог. Город должен зарабатывать деньги, которые потом направляют на социальные сферы. Во время рабочей встречи Анатолий Пахомов отметил и улучшение состояния пляжных территорий. Муниципальные ничем не уступают санаторным. Благоустроенные, чистые, а главное – безопасные. Кстати, в этом году ряд сочинских пляжей включился в борьбу за голубой флаг. Эта премия дает возможность пляжным территориям попасть в международный каталог качества. Оценивать сочинские набережные и чистоту морской воды специальная экологическая комиссия будет в августе. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, Максим Кавригин, телекомпания ФКТ. Сочи сегодня отмечает день рождения. Как города этот статус «Посад Сочи» получил 31 июля 1917 года. Сразу после революции в черту города Сочи вошли территории дач Верещагина, Хлудова, графа Шереметьева, великого князя Михаила Николаевича и другие участки. В 1934 году был утвержден первый план реконструкции города. В 1961 году в состав сочинского округа вошли Адлерский и Лазаревский районы. Сегодня Большой Сочи – один из самых длинных городов в мире, притянувшийся от поселка Магри до реки Псу. Шторм в Сочи в минувшие выходные унес жизни троих человек. Еще одного до сих пор ищут. Об этом сообщает Южный спасотряд МЧС. Первый вызов поступил рано утром в субботу. Очевидец сообщил, что в море у поселка Нижняя Беранда утонул мужчина. Спасатели транспортировали тело на берег и передали полиции. После сотрудники МЧС вышли на катере в акваторию у поселка Вардане для эвакуации утонувшей женщины. Вечером того же дня в Адлере утонул 60-летний местный житель. Также днем в субботу сотрудники ЮРПСО оказали помощь жителю Армавира, которого унесло на матрасе далеко от берега в районе пляжа Белые ночи. 30-летнему отдыхающему медицинская помощь не понадобилась. А накануне вечером в районе устья реки Шахе в море унесло мужчину. Несколько часов спасатели на катере обследовали акваторию, но безрезультатно. Сегодня продолжили поиск. Пока пропавший не обнаружен. В Сочи начались проверки автомобилей повышенной проходимости. Внимание и к водителям джипов. Рейды проходят в рамках операции «Курорт-2017» в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание экскурсионным автобусам, детским перевозкам, водителям такси, а также перевозчикам туристов, так называемыми «гольф-карами» по территории Олимпийского парка. В ходе рейда выявлено пять водителей «гольф-каров», у которых не было водительских удостоверений, как выяснилось, и знаний правила дорожного движения. Однако они перевозили пассажиров по дорогам общего пользования, поэтому привлечены к административной ответственности. Теперь им придется выплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, семь перевозчиков вообще не имели разрешения на предпринимательскую деятельность. Им тоже придется заплатить штраф. Три «гольф-кара» помещены на охраняемую спецстоянку и будут возвращены владельцам только после решения суда. Такие рейды будут проходить в Сочи в течение всего курортного сезона. 116 исков на снос незаконных объектов подано в суды Сочи с начала года. Это на 20 заявлений больше, чем за аналогичный период 2016-го. Из них 24 иска направлены по объектам, имеющим признаки многоквартирных домов. Остальные – это частные дома, торговые павильоны, гаражи и другие небольшие постройки. Такую статистику сегодня озвучил первый заместитель главы города Могдин Чермит на специальном совещании. В целом же число незаконно возведенных объектов в Сочи сократилось в 8 раз. Еще полтора года назад таких объектов было в 138. Сегодня под контролем первого замглавы Могдина Чермита осталось лишь 16. Проблемы есть. Их еще очень много, к сожалению. Да, мы многое сделали. По сравнению с тем, что было, мы в разы улучшили ситуацию по городу. Но, к сожалению, эта недобросовестная публика, алчная, жадная, патологически лезет на то, чтобы производить незаконные действия и подсовывать людям некачественное жилье. Проблема и в том, что это некачественное жилье покупателям продолжают предлагать риэлторы. Информация по всем агентствам, на сайте которых появляются объявления о продаже площадей в самовольных домах, будет передаваться в полицию, прокуратуру и ФСБ, подчеркнул Чермит. Еще одна проблема – это заключение экспертов, на которые опираются суды при вынесении решения в пользу недобросовестных застройщиков. Зачастую горестроители просто покупают этот документ. Такие заключения нужно опротестовывать, считает заместитель главы города, передавая каждую сомнительную бумажку в прокуратуру. Кроме того, муниципальный институт генплана через МФЦ готов предоставлять информацию обо всех объектах недвижимости. То есть любой человек может узнать, есть ли разрешение на строительство о предназначении земли по домам. И, исходя из этого, определить, насколько надежной будет его покупка. Также на совещании сообщили, что с начала года были полностью снесены или приведены в разрешенный вид 18 строений. Полный список незаконных строений и недобросовестных застройщиков размещен на сайте администрации города. В Сочи постоянно ведется муниципальный контроль строящихся домов, где приобретаются квартиры для сочинцев по федеральной программе переселения из ветхого фонда. На улицу Вишневую, где завершается отделка двух многоквартирных домов, сегодня приехал первый заместитель главы города Мугдин Чермит. Дома построены, квартиры уже даже отремонтированы. Первого заместителя главы города интересуют территории вокруг дома. Она благоустраивается. Более того, застройщик взял на себя обязательство сделать к высоткам подъездные пути, дорогу с тротуарами и ливневками. Еще раз, по срокам. По срокам к 1 сентября должны закончить. К 1 сентября, то есть фактически месяц. Месяц. За месяц должны сделать. Вы сами делаете? Сами делаем. Без подрядчиков? Проект есть, сами делаете, выходим на пост. Периодически здесь появляются те, кого чуть позже можно будет назвать новоселами. Ждут, как говорится, команды, а так готовы перебраться хоть сейчас, ведь прежнее жилье признано аварийным и даже опасным для проживания. У нас здесь постоянно протекает отопление. Горячая вода. У нас трубы ведутся вверху, по всему дому проходят. На данный момент вы видите, что у нас получилось. Это вот два с половиной месяца мы боролись с тем, чтобы вода не текла нам на головы. Ольга Амбрусевич показывает все прелести жизни в старом доме барачного типа. Конечно, предложенные метры в новом доме, да к тому же не 23 квадата, как в старом, а 44 впечатляют. У меня сын месяц назад ушел в армию. То есть до этого мы приехали сюда, он посмотрел новую квартиру, потому что он уходил со старой квартиры, а придет уже в новую квартиру, чтобы знал, куда приходить. Ему очень понравилось тоже, все довольны. Обычно по федеральной программе предоставляют жилье метр в метр, но если подобрать квартиру с такой квадатурой сложно, маленький уже не строит, то муниципалитет сам расплачивается за лишние метры. Задача властей Сочи – переселять не менее 100 семей в год. Вы знаете, что в прошлом году мы приобрели 131 квартиру, в этом году 160 квартир. И таким образом, на сегодня мы должны получить заключение соответствия строительству. И до 1 сентября жилье по итогам нескольких лет получат тысяча сочинцев. В эти два дома на улице Вишневой переселяют жильцов из разных районов Сочи. Всего же приобретено для них 143 квартиры в одном доме и 17 во втором. Гелена Авсецина, Максим Кавригин, телекомпания ФКТ. Сегодня в порт Эмеретинский прибыл долгожданный и необычный груз. Полноразмерный макет орбитального корабля «Буран» доставили из Темрюка в Сочи на теплоходе Александр Ткаченко. Что оказалось самым трудным в транспортировке и где в скором будущем получат прописку уникальный объект. Узнаем из следующего сюжета. Чтобы доставить полноразмерный макет в Сочи, орбитальный корабль «Буран» пришлось разобрать на фрагменты. В итоге для погрузки всех частей на борт теплохода понадобилось сразу 8 специальных тралов. Общий вес груза порядка 250 тонн. Столь масштабные объекты порт Эмеретинский последний раз принимал перед Олимпиадой в 2014 году. Груз негабаритный. Как вы знаете, он не прошел по автомобильным дорогам. Соответственно, было принято решение, часть пути транспортировать морским способом. И я думаю, что в связи с наличием всех возможностей у нас и грузозахватных приспособлений, кранового оборудования, мы справимся с этой задачей. Сложнее всего при транспортировке орбитального корабля было подобрать соответствующее судно, габаритные ограничения которого соответствовали бы размерам «Бурана». Некоторые части груза достигают 6 метров в ширину и 5,5 в высоту. В итоге по параметрам подошел теплоход Александр Ткаченко. Это же крупногабаритный груз. Не в каждый теплоход и в кран можно погрузить. А вот наш пароход могли погрузить, потому что и сэкономили, и поместили в трюм все. Макет был привезен в Сочи специально для образовательного центра «Сириус». Уже совсем скоро он дополнит постоянную экспозицию, посвященную космосу. Сборка орбитального корабля «Буран» должна завершиться в течение полутора месяцев. Ольга Десятого, телекомпания «ФКТ». Украсили небо пиротехника. Отборочный этап мирового чемпионата фейерверков стартовал в Сочи. Практически каждые выходные в Олимпийской деревне будут громыхать салюты. За час группа пиротехников представляет три шоу по пять минут. Между ними музыкальные световые паузы. За выступлениями команд пристально следят судьи. Судьям неинтересна сама стрельба. Это для зрителей. Судьи смотрят творческий подход пиротехников, тайминг музыки. Это правильная композиция, чтобы совпадала, чтобы по красочности было, по оригинальности. Ну, ведь чтобы были не заезженные какие-то композиции. А это было красиво, зрелищно и интересно. Сколько стоит красочное выступление, организаторы не рассказывают, ссылаясь на коммерческую тайну. Всего в отборочном этапе выступят восемь российских команд. Они борются за право представлять нашу страну в финале, который состоится в Сочи в 2018 году. Сочинец Вячеслав Яркин вошел в национальную сборную России для участия во Всемирной универсиаде в Тайбэй. Соревнования пройдут в столице Тайваня с 18 по 30 августа. Яркин отметил, что надеется достойно представить Сочи и страну на этих соревнованиях. Хотя будет нелегко, свое участие подтвердил олимпийский чемпион 2016 года Ниджат Рахимов и другие ведущие атлеты мира. Напомню, недавно Вячеслав Яркин приехал с юниорского чемпионата мира в Токио, где единственный в команде России завоевал медаль, стал бронзовым призером. В Сочи подходит к завершению летний фестиваль ГТО. Нормативы сдают сотрудники коммерческих и муниципальных предприятий всех районов города, в том числе и районных администраций. Сегодня сотрудники администрации Центрального района и ряда других организаций прошли испытания по стрельбе из электронного оружия. Эта дисциплина в ГТО не обязательная, а выборочная. Сидя за столом, участники фестиваля должны попасть в цель с дистанции 10 метров. Максимальное количество очков, которое необходимо выбить для золотого результата – 30 из 50. Норматив определяется по возрастным категориям. Итоги стрельбы заносятся в электронный личный кабинет участника ГТО. Там же результаты и по другим видам спорта. Помимо стрельбы, это беговая программа, силовая программа и кроссовая. И по истечению квартала происходит выгрузка, по которой присваивается знак. Серебро, золото или бронза, или без знака. Кстати, в некоторых организациях участников ГТО поощряют финансово, либо дают дополнительные дни к отпуску. Фестиваль проводится ежегодно, зимой и летом. В этом сезоне нормативы начали сдавать 1 июня. Ежедневно в разных видах спорта участвует порядка 100 человек. Завершится спортивный квартал 5 августа. И в завершении информации от наших партнеров. Производитель имплантатов из Израиля впервые в Сочи проводит акцию во всех филиалах стоматологической клиники «Валеденталь». Практическая имплантация и протезирование за один день во время акции до 31 июля цены снижены на 30%. Центр доктора Бувновского в Сочи. Победи боль в спине и суставах. Индивидуальные программы, врачебный контроль и сопровождение специалистами. Ну а все новости уже на нашем сайте вкт.ком. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.